И сейчас с нами на связи депутат Купинского городского совета Вадим Крохмальяна. То город длительное время был под российской оккупацией. И, собственно, о ее последствиях и хотим с вами поговорить. Вот мы видим, как на освобожденных территориях фиксируют огромное количество жестоких преступлений, которые совершали оккупанты. Людей пытали в подвалах, убивали просто на улицах. Вот что рассказывает о жизни в оккупации жители Купинска? – Добрый вечер. Что касается пыток в оккупации, они действительно присутствовали. И люди очень многие боялись абсолютно всего. Уже зафиксированы много случаев из показаний свидетелей, там, где применялось физическое насилие. Я смотрю тоже из других городов новости. Пытки током – это очень частая ситуация. Мешок на голову покатать по городу – это тоже везде присутствовало. Были избиения мирных граждан. Самое циничное было то, что возле военно-гражданской администрации повесили приказ о том, что украинский язык является региональным. Но людей за то, что они использовали украинский язык, просто могли избить. Просто на улице и забрать потом на подвалы. Поэтому всех ужасов и кошмаров, я думаю, что не нужно рассказывать в прямом эфире. Но это все присутствовало. Убегая, российские солдаты оставляли в городах технику, боеприпасы, но не забывали забрать с собой награбленное. Вот в Купинске какая была ситуация? В Купинске награбленное вывозилось на протяжении всех шести месяцев, потому что Купинск был в оккупации более шести месяцев. 27 февраля его цинично сдали просто наши власти. И войска беспрепятственно, более того, сопровождение полиции. Войска оккупанта просто заехали в Купинск. И, соответственно, начались пытки, ущемления людей. Ну и, соответственно, под предлогом каких-то обысков забиралось все ценное из дому, под предлогом на какую-то экспертизу. И, соответственно, регулярно это все вывозилось. А сейчас при бегстве, естественно, вывозили то, что недовывезли. А какие разрушения в городе? Вот есть ли уцелевшие после россиян здания? И в каком состоянии критическая инфраструктура? Это очень важно сейчас перед отопительным сезоном. Что касается уцелевших зданий. Купинск достаточно немаленький город, потому что в городе около 200 только многоквартирных домов. И в районе 10 тысяч, насколько я помню, частной жилой застройки. Естественно, разрушения есть. Всю картину мы сможем увидеть после того, как наши военные зачистят город, после того, как генеральный штаб объявит об полном освобождении города. И тогда уже будем смотреть. Повреждения критической инфраструктуры есть, потому что в городе нет частично света, где-то нет воды. И, опять же, не очень понятно, что происходит на левом берегу, потому как левый берег под обстрелами, и еще частично там есть оккупанты. Вадим, а вот люди начали возвращаться уже в город, которые раньше уехали? На сегодняшний день нет, потому что в Купенске небезопасно. И я прошу пока всех подождать, потому как не хочется, чтобы люди спеша домой, да, всех хотят очень сильно домой вернуться. Но не хочу, чтобы кто-то подвергал себя опасности, потому что сейчас в Купенске еще опасно. То есть это могут быть какие-то растяжки, мины, да? Растяжки мины – это одно. На сегодняшний день в Купенске еще прилетают. Спасибо вам огромное. Спасибо, Вадим. Я напомню, с нами на связи был депутат городского совета Купенска Вадим Крохмаль.